что у нас здесь ладно давайте сюда пойдем не знаю вниз на а ну блин я даже забыл зачем нам новый почему костюм сам начали менять здесь можем спуститься было бы интересно как наш водолаз выбрался бы на поверхность на землю там наверное ничего интересного там метеорит все разрушил здесь можно сесть я так понимаю но вы закончили да включите подъемник пожалуйста конечно конечно подло какой подъемник подожди а вот тут может что-то пассажиры 1 подъем наверно да или спуск все да мы же в яму куда-то спускаемся или подъем все-таки чё кнопочка шли нажать какой-то а вот чуть не тогда и сесть надо пристегните ремни а мы уже узнали что происходит после смерти это вообще возможно если есть какая-то загробная жизнь как вы думаете мое место уже заняты да уж настоящий я умер лет сто назад если для меня еще место что насчет сын которого я убил как думаете как если где-то рай с избыточными копиями от них и тех же людей и есть там кто-нибудь кто назовет меня самозванцем кэтрин мне ведь повезло да что я очнулся в правильном теле да кстати считай судьбой варленку сыграл не угадал бы гнил бы сейчас на микроне ведь заранее не узнаешь да вы же не гарантировали что сами начнется именно в том теле да и как бы вы узнали он бы вполне мог считать себя правильным саймом боже ужасно это же полный бред вы были поверили но как бы вы поняли что это не я не настоящий а не тот который всегда был ну скажите что нибудь мне думать не хочется пожалуйста я не знаю что сказать я не хочу вас расстраивать хоть что нибудь когда я была маленькой то часто поднималась по ступенькам до самого верха здания я до сих пор помню с какой силой надо было упираться рукой чтобы открыть тяжелую стальную дверь когда я впервые осмелилась туда зайти я вышла на крышу и смотрела как над тайбэем поднимается и оседает сумка я встала на угловой уступы там знаете был такой теплый ветер шевелил мне волосы солнце садилось на улице наползала тень от высоких зданий толпа внизу струилась как краска из-под кисти художника солодков торговцев воздух наполнялся запахами всей моей любимой еды я на какое-то время почувствовала небывалое единение со всем миром никогда еще и не испытывала такого сильного чувства внутреннего комфорта потом это чувство ослабло но я еще много раз поднималась на крышу я не религиозно но понимаю зачем людям религия осознание своего существования сильно вдохновляет пусть и не всегда и вы по-прежнему чувствуете тот восторг даже сейчас сейчас все иначе но мы еще живы а какой смысл продолжать все пропало все оставшиеся люди цифровые копии в компьютерах на дне океана мы никогда не сможем отстроить свой мир заново вас правда так печалит нынешний облик или вы горюте о человеке который пошел на сканирование сто лет назад и то и то наверное там в торонто даже в худшем случае я мог предсказать что будет плюс никто не лишал меня прошлого а тут как с корнем вырвали ничего здесь не узнаю нет никаких воспоминаний даже если мы дойдем до ковчега что от этого изменится я так и останусь один не друзей не семьи вы можете завести новых друзей всем интересно будет узнать путешественника во времени а если нет у вас есть кэтрин что случилось твою мать просто пипец а может быть блин как это кэтрин и есть это искусственный интеллект я не могу взять эту штуку блин как же все таки плохо с одной стороны когда после таких ситуации таких разговоров после того что все произошло словно личность теряется как будто бы уже неважно что там сто лет назад твой персонаж умер и прочие вот эти вещи как будто бы они уже ну давай как будто же личность не имеет значения таких личностей может сколько угодно накопировать электричество на секунду отключилась наверное это наружное давление она очень сильных костюм прямо на пределе успокоили а вот для чего когда у вас питание время останавливается в чем разница я не чувствую будто меня что-то замедляет и размышлять о пропущенном времени тоже не могу времени просто нет как будто спишь но не видишь снов да обычно ты знаешь где уснешь и просыпаешься как правило там же есть определенная непрерывность восприятия а то что у меня это скорее какой-то момент бесконечно стремящийся к завершению в описании как кино на живую монтирует звучит наверное интересно на самом деле это очень утомляет на пипец тяжело могло быть и хуже я могла застрять во времени в теле из черной жижи куда уж хуже блин что-то я допустил про какое застряние во времени она говорит застревание а нам костюм для глубины нужен был дам началось ё-моё ты смог я все хренить вы очнулись что случилось что-то упало на клетку глобина 3 800 а потом бросилась прямо в безум она сказала при готов что-то мне это не нравится очень странное существо хорошо что не убила полностью согласен жёстко да ну по моему нас сыграйте с вами уже дно океана хорошо а то подъемник уже на пределе так это сектор омега примерно пол гектара глубокого дна занятых патосом 2 я думаю до тау нам еще надо будет дойти пешком вы здесь раньше не было была но в другом виде а здесь была другая так мы по вашим следам идем кэт только ног теперь нет а вы ведь вполне еще можете быть где-то тут да кстати она где-то здесь наверное что же я вас возьму за ковчегом блин туман в одну смысле толще воды ничего не видно ой ошибка необходима связь с лумар ничего не видно журнал спасом прибытие видимо а прибытие видите джулия тали эвакуация станции не выполнена удален алан волдар или какой-то там вот твою мать все эти мы на дне просто наверное марианской впадины зона небезопасно держитесь фонарей хорошо буду знать блин мой вот тут вот видимо нам туда в бездну там тау а вот эти фонарей да давайте да ничего не видно просто пипец как дау отвечать тау ответьте пожалуйста алё а чё ты ответил то или это воспоминание как будто молния да с громом это фонари чуть такой это микроорганизмы видимо ну чтож слепую просто почти до откроет что тут скребется ладно что-то я ничего не вижу здесь полезного да откройся а это дверь скрипит наверное вот тревога сильное течение ожидается фи да что же быстрее до фонариков боже ты это видел будь ближе к лампам они не подплывут мне проигрывать нельзя класса я должен добраться до омикрона от этого наше будущее зависит успокойся просто следуй пути если умру скажи джули и дать что него вышла из под контроля ей надо будет прийти к саранку он знает что делать ты сам все скажешь надо только ускориться хорошо глаз мы потеряли путь надо вернуться я знаю путь пошли глаз это здесь дверь здесь последний рывок роз уже скоро ой ой вот это страшно я уже обделался а если с своим фонариком можно будет синий огник то то огни к подъемнику а где огни то я чуть не вижу больше ничего опа нам туда а если вот а уже никак побежали чувствую нас что то там что то а там к подъемнику а нам к тау да видимо видимо да щит но я же у а чё это не покраснели нас обманули да наверное огни стали красные смотрите-ка ну а больше некуда идти да они краснеют как будто течение там сильнее говорили блин чё за жизнь происходит огни гаснут нет мне кажется можно идти то можно идти то чё то долго кажется давайте от огонька к огоньку на всякий случай будем бежать держитесь огней ну я держусь так то опись журнал заданий статистика цель плащеносная акула а много чего гигантский кальмар неизвестно существа обезображены гелием крайне агрессивны нападает на все вокруг если не считаешь а по-прежнему трудно определить как не повлиял на их поведение если не считать заметной агрессии и тяги к свету наоборот а и тяги к свету наоборот кажется эти существа охотятся чем-то что отсутствует в этой экосистеме что за капец так в итоге то как к свету идти или нет блин тут нет огней нифига и в чём да чё куда идти-то я же нифига не вижу рычаг сломал ты охренел братишка ты чё натворил может за зелененьким а других вариантов я чуть не вижу нет вижу в итоге непонятно все-таки к огнем держаться ближе или как а может быть не к огню все-таки потому что тех-то сожрали которых мы слушали шея болит уже твою мать это вот эти ведь такое было рыбки какие-то там было фиговина пострашнее до этого есть прям поспокойней ну что же давай ну что такое я застрял на я застрял бегом что я по сторонам не посмотрел может там кто-то был у родников не видать а нет вот какая-то херня да или мне кажется так что ж куда идти что за звуки я боюсь не знаю кого на через этот контейнер на всякий случай пройдем безопасней ну блин ребят сколько можно то уже задолбался я уже хочется прозреть нормально нифига не видно ой я забыл кэтрин надо идти назад ладно беги твою мать почему эй почему о нет твою мать почему 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 я же у света держусь спасите меня свет спаси меня офигеть да они краснеют мне кажется нас обманули так но мы уже близко около чего-то вот чёрт чё там чё там чё там чё там чё там какое-то помещение давай сохранение ура и что-то есть ну как всегда недостаточно энергии хорошо что что-то я сделал ага стоп стоп вот это сабыли сделать Чпоньк блин и все потемнело окончательно Это Джейкобс Сторм приходит и уходит. Судя по приборам, погода сейчас относительно тихая. Выдвигайтесь как можно скорее. Держитесь рядом с лампами, тогда рыбы вас не тронут. Ну все, вы слышали. Выдвигаемся. Тао, не запирайте двери, мы идем. Уж прощения. So... 6600 вольт. Тао, не запирайте двери, мы идем. Подождите, мы все-таки на подъемнике, что ли? Я не понимаю, что это. А где мы, что ли? Не пойму. Не пойму, что к чему. А... Мы врубили свет, да? Что дальше? Он, по-моему, был врублен. Что такое? За этой штукой идти, что ли? Блин, я не знаю, я правильно делаю? Ой. Чувак, свети, свети, свети. Блин, куда я пошел вообще? Ладно, за светом идем, короче. Только не спеши, я не успеваю за тобой. Мне кажется... О, смотрите-ка. Там что-то есть. Твою мать. Она ее сожрала, сука. О! Что за хера, братом? Куда мне идти? Назад, что ли? Черт, я по зеленым огонькам иду. Пещерка. Блин, а я... Я что-то, по-моему, не сюда куда-то, да? Пришел. Твою мать, что же делать-то? Так, эта фигня вроде исчезла. Блин, я больше света-то не вижу никакого. Твою мать. Реально. Блин, ну ладно, идем сюда, в пещеру эту. Правда, там тоже свет погас в конце же. Черт. Так, там вроде ничего. Ну ладно. Давайте сюда, может. Или нас тут сожрут опять. Какие-то мрази бегают здесь. Да, я пришел вообще. Куда мне идти, блин, а? Твою мать. Мне кажется, что-то меня игра обманула. Какой кошмар вообще, ребят. Если так-то подумать. Его один-единственный на дне оке... Охренеть. Я еще жив. Отлично. И что делать? Так, опять я бегу по этой хероборе. Блин, да тут везде огоньки расставлены, похоже. Да, вон там, вон. Еще мне наугадшим бегать. Это бред какой-то. Я выбежал назад. Фу, ладно, ребят. Я думаю, надо отдохнуть. Увидимся скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...